Это поминальные видео я посвящаю Дню Конституции Украины, которая выпала в этом году на пятницу, День Голгофа и последняя пятница июня. Что такое Голгофа и пятница, я думаю, уже на моем канале не надо никому объяснять, только новым гостям, кто первый раз подписался и слушает мои вот эти свежие видео. Если ваша Конституция выпадает на пятницу, все Голгофа – великая, безусловная жертва любви, распятие, кровь, мучения, лишения, моральные, нравственные, эстетические, физические страдания. То есть Украина подошла как государственность в лице вот ее закона к катастрофической черте в этом году пятница, в следующем суббота. То есть за эти два года с 28 июня 24 по 28 июня 26 от Конституции Украины в нынешнем виде не останется следа. Один пепел. Горска пепла на огромном пожарище. Вот такой мой прогноз. Неблагоприятный, мягко говоря, период, так сказать, в истории Украины. Я, конечно, все понимаю. В политическом угаре можно принимать любые законы. И наши, так же, как суверенитет Российской Федерации принимали во вторник, 12 июня 90-го года, ни о церковном календаре, ни о знаниях духовных не думали, что приняли во вторник. Мы теперь живем по этому закону. Поэтому Россия в постоянной битве, то внутренней, то внешней будет. Пока эта Конституция, этот день не будут изменены в будущем нашей великой России, когда уже другая дата ее создания будет объявлена, а не 12 июня, день рождения Петра Первого. Этого одержимого, бесноватого сыночка, мужа, отца и брата, и друга, и партнера, значит, о котором я все-таки видео сделаю, но это попозже. Не хочу себе портить воскресный день сегодня, и вам тоже настроение. И вот давайте посмотрим. Они сидели там, эти несчастные депутаты, в 96-м году украинским, целую ночь сидели и придумывали ту же весь эту Конституцию Украины. В ночь с четверга на пятницу, под аплодисменты, они приняли Конституцию Украины. В пятницу, в день Голгофа, Конституция Украины. Мало того, что пост был Петра и Павла, то есть они приговорили Украину к искушениям, соблазнам и наказаниям, связанным с Петром Павлом и постом Филипповым. А Петр и Павел это лидеры апостольского мира, глашатые веры. И когда ты в пост, значит, такой Филиппов, принимаешь Конституцию страны, все упирается в личность президента Украины, в конкретную личность. Дурак он или нет, бесноватый или нет, пьяница или нет и так далее и тому подобное. Травится он как Ющенко там непонятно чем или еще что-то происходит. То есть все уповает только на личность главы государства. Вот какой попадется, как вша под хвост собаки, вот и все. Это раз. То есть в пятницу принять основной закон государства, это быть надо сумасшедшим полностью. Голгоф, окрестно распятие, кровище. Православная страна, православные люди, славяне. Я вас поздравляю, украинцы. Ваша Конституция была принята в день Голгофа, в пятницу, постный день и пост Филиппов. Вот вам и вся жизнь ваша. 38 лет вы, ой какие, 28 лет вы мучаетесь от этой своей Конституции. И сразу, значит, символика, украинский язык, главная языковая тема уже заложена была в проблему. Право частной собственности, которое сейчас не соблюдается и прочее, прочее, прочее. Вот и все торопились. Это ладно. Кто принимает Конституцию в третью декаду месяца? Вы что, в советское время не жили? Вы не знаете, какие авралы были в конце месяца? План, 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 премия квартальная и так далее. Быстрее, быстрее. Любой советский человек вам скажет, бывший. Смотришь на дату выпуска пылесоса, в конце месяца выпустили, брать нельзя, он сломается. Гарантия не будет выполнена. Потому что гнали, 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 гнали вал в конце месяца. Это в советское время. И оно так и было. Самый качественный товар делался в первые 10 дней или первые полмесяца. С 15-20 числа все, аврал начинался. Дембельский аккорд. Гнали производство и все. Эти все товары были уже некачественные, ломались. Что-то там недовинчивали, недоделывали и так далее и тому подобное. Это все знали в советское время. А тут принимается основной закон государства. В конце месяца. Это значит поправки бесконечные, изменения, шатания. И каждый президент под себя эту конституцию как хотел, как подушечку под щечку, под голову свою, так и клал на всех. Этой подушечкой. И все. И делал, что хотел. Вот вам конституция Украины. Пост Филиппов Петра и Павла. Пятница Голгофа. Крест распятия. И третья декада. Самая сумасшедшая. Авральная. Какая только может быть. И день независимости Украины. 24 августа. Молодцы. Успенский пост. Третья декада. Ну совсем больные люди. Ну совсем больные. Мало того, что неверующие. Якобы христиане. А еще в такое время. Ну кто принимает день независимости в Успенский пост? Идиоты. Успение Божьей Матери. Самый строгий пост после Великого. Две недели. Богородица-покровительница Украины и России. И славян всех. И в ее пост Успенский. О ее страданиях. Человеческих, моральных, травственных. Вы день независимости Украины объявляете. Ну это идиоты. Просто идиоты. И Конституция в третий месяц. В пятницу. День Голгоф. Вот. Страна рогулей. Кукурузников. Холопов и Бродяг. Хуторян. Ну все. Ну все переделали. Все изуродовали. И они еще удивляются. Что на них все смотрят. Как на дебилов. Поляки, немцы. Мы. Даже белорусы. Уже давно их, так сказать, обошли. И, так сказать, по ВВП. И стабильности. И жизни. Уровню жизни. И так далее. Вот смотрят на них. И диву даются. Вот такая история. Так что поздравляю вас. Украинцы. Ровно 28 лет спустя. День в день. В тот же день недели. В тот же лунный день. Вы отмечаете день независимости. Отметили. В эту пятницу. Потому что раз в 28 лет все повторяется. Лунный день. День недели. Символ года. Высокосный. Тогда 96-й апостольский. Олимпийский тоже год был. И так далее. Атланта. И такой же точно день. Все спешили. Караол. Караол. Быстрее Конституцию. Вот так вот. Вот так вот. Президент сказал. Пообещал олигархам. Кучма. И все. Надо быстро принять. Приняли. Живите. Наслаждайтесь. Правами, обязанностями. И всем остальным. И днем своей независимости. В Успенский пост. Приняли. День независимости Украины. Спасибо скажите своим политикам. Депутатам. Мы с вами уже сказали. У меня видео про Россию есть. Мы тоже за своих отвечаем этих дураков. Которые потом позволили суверенитет. И Башкортостану. И Татарстану. И пошло бы поехало. И только Путин и Зорькин еле-еле Татарстан обратно вернули в конституционное поле. А с Чечнёй вы знаете, как мы разобрались. Вот и все. У нас тоже своих идиотов во власти хватает. А мне вот приходится на них смотреть, значит, что они творят. И диву даваться. Спасибо, что выслушали. Ставьте лайки. Подписывайтесь. Поздравляю вас с воскресным днём. С днём Архангела Вархиила. С воскресением Христова. С Малой Пасхой. Провожаем мы этот дурдом июнь, месяц непредвиденных обстоятельств, ужасных смертей, терактов и так далее. Севастополь, Дагестан, Махачкала, Дербент. Все эти погодные аномалии, ужасы и кошмары, штормы и ливни, и грады, наводнения и селевые потоки, которые пронеслись по всему миру в июне. И встречаем жару, 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 жару. Зной, град, зной, зной, июль, месяц, понедельник. Видео тоже моё посмотрите. Жду на приёме. Спасибо за донаты. Идём дальше.